Всем здрасте! Сегодня с вами будем обозревать ботинки зимние от бренда Denner. Американский бренд, первый раз на канале. Огромедная коробка, два глаза, посередине или две ноздри. Не знаю, чего они здесь там хотели этим показать. Ну, понятное дело, это вентиляция здесь. Ну, а вот и само название модели. Arctic 600 SideZip 200G. 200G это говорит нам о том, что 200 грамм утеплителя Primaloft здесь будет. Следующая картинка, очень отчетливо видно, как вообще выглядит модель, это круто. Здесь перечисляются технологии в модели. И здесь все довольно-таки информативно, красиво. Американская девятка, полнота, D. И вроде все, а нет, еще не все. В честь названа основателя. Основа наш 1932 году, ну, 20 век и все дела. Молодцы, ребята. Коробка квадратная. Самые понты, вот такое дело, заказывать из-за рубежа. Особенно, когда платишь за килограммы. Ибо это полтора-два килограмма будет всегда. Это вам, черт возьми, не летние кроссовочки. Откроем, глянем. Первое, знакомство все-таки с этим брендом. Бренд американский. Очень-очень-очень много конкурентов у него. Что здесь есть? Здесь ботинки. Ага, бирка. Ну, здесь, опять же, тут вибром. Эрктик грипп. Все-все-все. Ух ты, какой-то здесь свалилось все. Какой-то подгон здесь. Красиво такая бумага. Ничего не понятно. Понятно. Нет, мне все понятно. Там был написан один год гарантии. Ну, так вот, в принципе. 200-240 долларов. При том, что это азиатского производства. Это не американского производства. У них есть и американского производства. Есть и просто чисто из материалов, которые сделаны в Америке. И есть американского производства из материалов, которые были привезены из Азии. И что могу сказать? Охренительно много у них конкурентов. Особенно в Америке. Это и Рокки. С подобными ботинками всякими утепленными. Это и Тора Гуд. Тоже куча-куча-куча у них всяких ботинок. Интересных, рабочих, утепленных. Это же и Вульверин. Просто тоже американский гигант. Да, что греха таить. Тут же и Тимбрлэнд. Все это Америка. Все очень схоже. Только вот по ценнику Деннер, ну блин, что-то это, дороговато. Он как вот знаете, немецкий Лова. Или как Мейндл. Или как Зембрлэн. Или как их там называют. То есть ценник очень кусается. Как обычно Лене говорю спасибо. Он их купил. Он их и принес на обзор мне. Ботинки померим. Сколько весят. 607 грамм US9. Но в принципе, для натуральных материалов, это плюс-минус нормально. Бывает и намного тяжелее. И иногда бывает чуть-чуть полегче. Глянем, что за материалы. А материал здесь очень-очень похож на замшу. Хорошего довольно-таки качества. Как вот определить, хороший материал или нехороший. Я имею ввиду вот такого рода шероховатый. А смотрим на срез. Нас интересует однородность среза. Нет ли ползущих волокон с него. Потому что, если волокна ползут. Вот так вот делаешь. И там вот так вот все отлетает. Это конкретный спилок. То есть слой дальше-дальше-дальше от верха. А когда вот гладкую кожу срезают. Да, там шлифуют. Самый верхний слой. Получается, это замша. И он более такой плотный. И вот здесь вот именно такой материал. Не знаю, видно вам, не видно. Но однородность конкретная. Мне нравится. Материал вообще. Ну, даже вот видно. Он такой мягкий, приятный на ощупь. Суперский. Очень странная показалась для меня вот такого рода, так сказать, защита. Ну, обычно делают, прошивают и как бы резиновую вставку делают. Здесь какой-то краской просто залепили. И вот что-то мне кажется, это потом будет отваливаться. Но это как мне кажется. В принципе резину, дай бог, внахлёст сделали. Это как бы нормально. Единственное, что меня смущает здесь ещё. Ну, это не единственное, конечно. Но одно из того, что меня смущает, это вот такие вот шнурки. Странно видеть такие шнурки прямоугольные с петлями. Обычно используют круглые. Ну, вот, к примеру, да, на моих Timberland'ах круглые. Суть вся та же. Круглые, либо какие-то там овальные. А здесь тонкие прямоугольные. Ну, что-то это больше так на кроссовки тянет. Ну, как говорится, хозяин-барин. Всё сделано, в принципе, как стандартно. Здесь только вот везде, конечно, испытаете вы здесь ад. Когда будете зашнуровывать. Чётко просто. Смотрите, какой чёткий клапан. Клапан и клапан. Никуда там особо он не уходит сюда. Там палец не запихнёшь. Всё чётко. Только вот клапан. Здесь идёт как бы какой-то войлокоподобный материал. Мне интересно, пропускает ли он влагу. Его, наверное, просто обработали. Ну, вода не хочет вообще никак. Ну-ка. Ну да, видно материал с обработкой. Потому что вообще, ну вот, смотрите. Вдавленная надпись. 200 грамм. Утепление. Зима, да. Вот такой вот замок. Зачем? Зачем он нужен? У вас шнурки, ещё и замок. Кому это она? Тем более, замок обычно, ну, если вы делаете замок, ну, сделайте ниже. А вон, смотрите, вот у вас нога будет, да, и чё он, чё он расслабил? Не знаю. По-моему, это лишнее. Да, он сделан круто. Мы видим бегунок, да, брендовый. Хороший металл. Здесь полностью защищённый. Как вот на куртках от ветра. Но это всё равно потом растрескивается. Но это когда ещё будет, да? Вот она, бирка. Вот этот войлок здесь, здесь. А дальше идёт, собственно, само утепление. Утеплительная подкладка. Это 200 грамм. И написано, данер драй. Какой они везде. Тимбер драй, данер драй. Всё у них драй. Ну, типа, мембрана. Как бы мембрана должна быть здесь? Я читал отзыв. Американский человек писал, что в носках утеплителя не столько, как тут. И это реально правда. Здесь я чувствую, ну, по сути, да, должно же быть по толщине, по объёму набивки. И тут, и тут, и тут одинаково. Вот здесь я чувствую такие плотные, да, вставки, набивки. А в носочной части как будто этого и нет. Не знаю. Может быть кажется мне, может быть и нет. Кстати, температурный диапазон. Каждый год вставляю вот эту вам вставочку. Сколько утеплителя и на какую погоду. Дайте ботинки на минус 10, на минус 15. Минус 20, минус 25, минус 30. Это не про эти ботинки. Какие вы там носки хоть не оденьте. То это не про эти. Утеплителя должно быть много. Давайте сделаем замер. Толщины. Тут 200 грамм. У меня 400 грамм. Вот по толщине. Как это будет? Толщина примерно 9 миллиметров. Ну а тут типа 11 миллиметров. Но не забывайте, они не новые. Хотел здесь сделать замер. Язычок не дает засунуться туда. Блин, ну ладно. Пластиковая вставка. Я фиг знаю, зачем она здесь нужна. Vibram здесь SPA. Это типа EVO с добавкой резины. Но резина непонятна. То ли в обрамлении идет, а внутри EVO. То ли прям в состав введен. Потому что здесь, ну, твердоватая промежуточная подошва. На холоде, я думаю, она еще станет более дубовая. Но типа они пишут, что это типа не лопается. А типа что, EVO лопается? Я что-то не пойму. Сгибаемость. Да, она будет определенная. Ну видите, сразу же материал как. Вот здесь вот. Самое интересное, конечно, Vibram Arctic Grip. Вот вставки. Как наждачная бумага. Типа для льда. И типа на льду. Протектор, сам рисунок, он не такой супер-пупер. Но я скажу, мне нравится. Мне нравится. Офигенная толщина. Твердость тоже нормальная. У меня что-то вот подобного типа. Просто без вот этих вот штучек. Я бы вырвал бы и поставил бы сюда бы несколько себе. Здесь рисунок, элементы дальше чуть друг от друга. Здесь они более близко. То есть забиваются, быстрее будет. И вот эта фиговина мне тоже не особо нравится. Которая вот тут вот, да. Ну, может натирать там, в какой-то дискомфорт создавать. Подстелькой. Очень по-холопски сделано. Но если вы вставляете утеплитель и мембрану, наверное, это должно захлопнуться посередине, а не по краям. Ну, молодцы, сэкономили, да. Но это дело все будет промерзать. Ведь белые это вот обычная, то есть как на кроссовках. Фигня. Короче, раньше делали всегда посередине, захлапывали. То есть полностью защита со всех сторон. И со стороны подошвы, чтобы не промерзало. Вот на тимберах у меня то же самое сделано. А допустим на мэролах я как-то показывал. У меня вот посередине все. То есть нету такой вот фиговины. Просто 200-240 долларов. Это, фу. И так делать, ну не знаю, не одобряю. Свет выключил. Вот стелька это Орфолайт. Это видно. Вот. Вот. Классический Орфолайт. И здесь верх такой. Ну, у меня на Адидасах бусты зимних есть вот такая же стелька. Только там Эва. Кстати, вот эту фигню я не одобряю. Когда прошивает, она может натирать. Не знаю, нафига это делал. Вот, кстати, ну реально вот. Немножко она как-то цепляет. Это они, конечно, зря прошивают. Так не делают. И часто пишут, ты такой типа профессионал. Вот там производители-то, наверное, лучше знают. Ну, как бы да, им типа виднее, как лучше сделать более говена. Я не претендую на вот эту фигню. В американской девятке длина стельки 27,3, ширина 9,1 см. Вот он вид сверху. Кстати, всегда у меня вопрос такой возникает. Как лучше делать либо штаны наверх или под низ заправлять. Вот вы как делаете, напишите мне. Вот интересно. В принципе, смотрятся-то вроде неплохо со стороны. Знаете, что я сразу же обратил внимание? Они какие-то узковатые мне. Это все-таки американская девятка. У меня Timberland и вообще 8,5. Они мне, ну, поширенее даже, шире, чем эти. Правый вроде нормально. А вот левый что-то как-то вот здесь вот. Немножко аж вот косточки, знаете, прощелкиваются так. Ну, конечно, пока новые. Слушайте, они дико удобные. Дико удобные. Были бы они 600 грамм, я бы у Лени их забрал. А еще бы лучше 800. Потому что у меня есть 200 граммовые и есть 400 граммовые. Мне нравится то, что они делают еще такой подклад, такой своеобразный. Можно было вообще сделать еще подклад флисовый. Тогда бы они тянули бы и минус 20 всяко. Но нужны термоноски. Сейчас говорят, кстати, тоже вот хорошие носки из собачьей шерсти. Говорят, неплохие. Не знаю, заказал, посмотрим. Стоимость как бы не сильно кусучая. 150 рублей за пару. Может быть лучше всяких термоносков за 500. Ну и сравнить с кулмаксами, там еще с чем-нибудь можно. Кто за, опять же, пишите. А по шнуркам-то что забыл сказать. Они, понятное дело, сжимают, стягивают лучше. Не развязываются, так как есть зацеп определенный. Просто смотрятся более дешманские, чем, допустим, какие-то круглые овальные. Но, может быть, я что-то не понимаю. Может быть, это дело привычки. Очень мягкий. Ну, орфолайт, как обычно, все вывозит. 200-240 они не стоят. Но если дешевле найдете, можете всяко взять попробовать. Но, опять же, вот на тот диапазон температуры. Нога в нейтралитете находится полностью. И перекат хорошей сгибаемости здесь есть. Ну, если не брать в счет то, что узковатые они мне, они хороши. Вот такой вот обзор. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok